Всем доброе утро. Что-то, я думаю, давно я не снимала наши утренние прогулочки. Так, какая-то женщина. Ирма, иди сюда. Иди, иди ко мне. Нельзя подходить. Иди ко мне. Я что говорю? Ирма! Ирма, иди сюда. Давай, сядись, сядись, моя куколка. Нет, не брала я ничего. Ты всё слопала. Всё, пойдём обратно. Ах, эти вороны манят нас. Просто манят. Нельзя. Нет. И люди ходят. Пойдём. Носом нюхает, нюхает. Куда пошла? Ты куда пошла? Ну, в общем, гуляем. А, чё это за мордочка? Чё это за мордочка? Чё это моя куколка такая? Ты моя кукляшка? Моя кукляшка. Вот так вам всем язык и зубы. И зубы. Ай да умничка моя. Погладь. Говорит, погладь. Ой, как любит она, чтобы её гладили. Да? Как всё меняется. А то только кусалась и рычала. Теперь вообще не рычит. Прям нечего в тикток нам снимать, потому что она не рычит. Ирма, ну всё, прекращай. Хватит. Нельзя меня кусать. Ай, больно, больно. Ай, помогите. Вот. Облизывать можно. Кусать нельзя. Ты моё морда. Ох. Ох. Жопочка. Давай мне. Смотрите, какая лапа уже. Какая уже лапа выросла у нас. 22 кило. 22 кило. 22 кило. 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 Тратуйте. 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 Дай другую лапу. А, это что ты давала? Давай другую. Опа. Молодец. Упч. 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 Ай, больно, больно. Ай, больно. Нельзя. Нельзя. Ну. Что ты меня уже, глянь, выпачкала. Всё, хватит. Нет. Убери лапу. Всё. Уйди. Ирма, уйди. Всё. Уйди, сказала. Всё. Всё. Уйди. Уйди, уйди, уйди. 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 Уйди насовсем, а не в смысле круг. Вот так. Молодец. Молодец. Всем приветики. В общем, вчера я на видео, где про сексуальный аромат, я была с какими-то такими вишнево-сиреневыми, ну вот с такими тенями. И, честно говоря, когда я делала макияж, я снимала его. Но, что я охрипла сегодня с утра. Но я взяла до вчера и удалила. Думаю, ну здравствуй, дорогушечка. Ну, в общем, решила повторить. Я использовала вот эти три оттенка и вот этот. Нет, не этот. Вот этот. Вот, значит, сейчас я докрашу реснички. И, в принципе, макияж готов. Единственное, что, по-моему, в прошлом видео у меня были ещё блёстки вот эти новые. Будем наносить их? Не будем. Давайте нанесём, просто протестируем, как вообще вот эти тени, люкс-визаж, глиттер-рок, как они работают. Стоили они, да, 290, почти 300 рублей. Но, мне кажется, ценник-то упадёт. Просто, когда новинка, ценники начинают, знаете, задирать. Вот. По поводу теней. Крашусь этой палеткой третий день. Просто вообще ничего, ни крохотулечка никуда не упало. Всё тушуется мягко, нежно, в пыль просто, в дымку. Мне очень понравилась эта палетка теней. Прям очень. Единственное, что мне не хватает каких-то серых оттенков. Ну, как бы, ладно. А вот, значит, я не всеми, конечно, воспользовалась. Какими-то вот этим, вот этим, вот этим, вот этим. Ну, в общем, какими-то такими, знаете, ещё я коричневыми просто дальше буду использовать их. Вот этот. Вот эти два, по-моему, чуть-чуть похожи. Только этот более зеленцой. И, да не посветлее просто, он более зеленым отдаёт. Ну, в общем, буду пользоваться и дальше. Классная палетка. Сегодня я спонжем не пользовалась. Я использовала вот этот спонж свой. Вот. В общем, крем-пудру надо же мне заканчивать из Project Pen. Через месяц уже, да, будем смотреть итоги. Ну, мне кажется, донышко чуть-чуть увеличилось. Так, значит, крашу реснички. Я вам забыла сказать. Не забыла сказать. А в прошлом видео, когда я снимала макияжное видео, я вам говорила. Ну, я же удалила. В общем, я ещё купила себе от компании Lovell вот такой зеленый карандаш. 0,3 оттенок. Lovell очень бюджетная фирма. Я не знаю, почему у меня на зелёный прям прёт, так скажем. Ну, в общем, вот так. Но не использовала его ещё. Что-то прям, знаете, тоже на каких-то диких скидках взяла. Вот, значит, красим реснички. Сейчас нам устанавливают потолки, которые вот нам ездили замерщики, замеряли. Замеряли. Ну, прям мне даже интересно посмотреть, что там получится. Вот эти же сейчас новшества, модные вот эти вот полосы, вот эти вот. Ну, кто знает, вот эти вот. Точечные светильнички же никто уже не вешает. Вот, и ну, зал у нас достаточно большой. А вот эта вот полоса, она где-то от двух с половиной тысяч за метр. Смотря, опять же, ширина. Там три бывает сантиметра, пять сантиметров. Да. Три сантиметра. Что я кричала, говорю, да хватит нам трёх сантиметров. А зал, ну, большой. Ну, как большой. Ну, больше среднего. Вот. Поэтому муж говорит, эти три сантиметра будет не видно. Давай по пять. Вот эти полосы. И, в общем, это всё туда же. И, смотря ширина полоски учитывается в цене, мощность самого светильника, насколько ярко он должен для вас. Ну, как бы можно тусклый сделать, можно яркий, да. В общем, всё вот это вот. И, конечно же, гораздо дороже получилось, чем вообще мы рассчитывали. И получается, что мы просто... Я, конечно, была против. Я хотела какие-то пересекающиеся линии. Но я понимаю, что зал большой. Чтобы сделать пересекающиеся линии красивыми, это нам в такую копеечку просто вольётся. А это просто какой-то, знаете, потолок. Вон я через три года перетянула здесь потолок. Ну, и, в общем, у нас просто, наверное, по два с половиной метра. С одной стороны возле окон это будет полоска. И ещё там с другой стороны. Вот. Как бы не пересекающиеся просто полосы. Ну, я решила, ладно, потому что изначально, да, там, много лет назад, стройка же давно идёт. Мы хотели, ну, какие-то такие точечные светильники. И муж уже даже подготовил под них там всё. Сам уже сделал проводку. Вот. Тоже я говорю, они делают проводку, они за это деньги берут. Зачем сделал? Ну, у меня муж, видите, какой молодец. Чтобы качественное было сырьё, из чего всё изготовлено. Потому что, понятное дело, они делают всего самого-самого там дешёвого. И никак ты не проверишь, да. Они нашлёпали всё, тебе подключили и уехали. А потом, когда здесь потолок мы перетягивали, ещё что-то, я не помню, мы делали. Эта же фирма приезжает и говорит, боже мой, кто вам это делал? Я говорю, вы. Ну, не вы конкретно, но ваша фирма и делала. А не да? Нет, ну, в этот раз мы сделали лучше. Я говорю, угу. Так что, интересно мне посмотреть на эти полосы. Вот. И, конечно, мы хотели на мансарде вообще там располосить всё. Ну, и так, знаете, мансарда не сильно высокий потолок. И, в общем, там будет большой отступ. Поэтому, ладно, решили не делать. Да и по ценникам я думаю, ого-го. Нет, нет, нет. Мы и так в два раза дороже сделали, чем рассчитывали. Поэтому. Да не в два раза дороже, а в... Почти в три раза дороже получилось, чем мы рассчитывали по ценникам. Вот обычный потолок натяжной, который, ну, вот здесь у нас в квартире. Ну, в общем, такие дела. Так что я уже на днях поеду мыть окна. Не купила я эту паровую швабру, что-то как-то... А знаете, почему не купила? Ценники на них что-то взлетели. Тысячи на две, она дороже сейчас. Вот я хочу на Валберсе её просто заказать. Да и всё. Ехать мы никуда за ней не поедем. Ну, как бы это и время, и, знаете, полдня потерять. По магазинам вот это вот шлын драть. Я не хочу. Ну, в общем, я жду, когда цена упадёт. Вот. Ну, в общем, куплю в любом случае, потому что полы надо будет мыть. И то, когда. Ну, когда мы переедем туда. Тогда. А так, в принципе, она мне сейчас, ну, не сильно нужна. Вот. Поэтому будем тестировать тряпку для стёкол от Фаберлик. В фикс-прайсе я так и не нашла эти тряпки для стёкол. Так что такие дела. В общем, тушь вот эта, которую мне рекомендовали. Но мне не хватает в ней объёма. Это Люкс Визаж 2ХЛ. Я сверху прокрашиваю Фаберликовской ещё. Не хватает у меня. Так. Кстати, спасибо, кто подписывается на мой второй канал. Мне очень приятно. Я хожу, я вспоминаю себя, когда я только завела канал. И у меня, наверное, было за месяц, за первый месяц, 7 подписчиков. А тут у меня, у меня, ну, вот утром я проснулась уже 90. И я мужу говорю, у меня 90 подписчиков. Он говорит, ну, это же всё равно, говорит, все двои, кто, ну, на этом канале подписаны. Все туда и там подписались. Если-то он говорит, у тебя тут 5 тысяч, а там 90. Типа, чё ты радуешься, этого мало. Думаю, вот ты посмотри, а. Поддержал называется. Припудримся. Кстати, я не нашла громовку вот этой пудры от Латуаж. Я так понимаю, что что-то очень-очень мало. Видите, маленькая, такая тоненькая, тоненький футляр. Теперь, почему же я хрипла? Ирма в зале сама. Лишь бы ничего не нагрызла там, не разгрызла. Так, припудрились. Как мне нравится. Вообще, я раньше не покупала никогда вот эти пудры транспарантные, да, рассыпчатые. А сейчас я понимаю, что её не видно на лице. Она полупрозрачно ложится. Она такая классная, вообще супер. Так, тушь Фаберлик. Буду заказывать. Она сейчас, по-моему, по акции. Её буду заказывать ещё. И, по-моему, там ещё синяя есть. Я вот думаю. Может ещё и синюю заказать. Ну а что, скоро весна. Можно и с синей тушью походить. Хотя я любитель, конечно, сиреневых. Вот у меня от Фаберлик. Вот такая черничная, да, она, по-моему, называлась. И от Эйван. Классная тушь. Она такая бордовая. Она такая коричнево-красная. Классная тушь. Ну и сама по себе она неплохая. Надеюсь, она не засохла. Потому что вот эта не засыхает. Она долго лежит. Она у меня предыдущая где-то год, знаете, была в использовании. Ну то есть ты же не каждый день ей красишься. Она у меня не засохла. Ещё, знаете, вот этот тушь Люкс Визаж, она мне как бы ресницы как-то в обратную сторону может загнуть. Вот здесь, видите, у меня хлоп. Куда-то загнулась ресничка почему-то. Ну, в общем, я куплю тушь тоже от, по-моему, Люкс Визаж. В белом футляре с такой щёточкой, не с натуральной щетиной, а с силиконовой, да, с пластиковой щёткой. Я её раньше покупала, она мне нравилась. Вот попробую её ещё раз купить. Ну вот эта тушь что-то 2XL как-то, честно говоря, не очень для меня. Ну, у меня и ресниц не сильно много, поэтому, наверное, у меня не хватает объёма. Она удлиняет, хотя заявленная суперобъём эффект накладных ресниц. Я не вижу здесь прям эффекта накладных ресниц. И наслаивается она плохо. В общем, сейчас докрашусь, вернусь. Так, макияжец готов. Ну, честно говоря, я не очень хочу добавлять вот эти блёстки, потому что, ну, как бы, мне нравится так. Так, стрелки, серый каял Maybelline и, ну, конечно, яркий макияж. Глаз прям довольный, такие яркие. Вот знаете, что ещё? Мне пишут, что качество съёмки почему-то стало хуже. Это бывает такое, что YouTube загрузил уже видео, но идёт ещё всё равно обработка. То есть через там пару часов станет лучше. Но, насколько я сейчас себя вижу, потом, может быть, это всё заблюрится. Вот эта пудра, которая рассыпчатая, да, она совсем не имеет цвет. Она, в принципе, вообще не перекрывает кожу. И вот эти вот все точечки, какие-то капиллярчики, в жизни их, как мне кажется, меньше. А камера, наоборот, их как будто бы подчёркивает. То есть, знаете, айфоны, они такие, всё вытянут, ничего не блюрят, как этот, как Samsung, например. Наносим парфюм дня. Ой, кстати, вчера я снимала видео про сексуальный аромат и выставила ещё вдобавок череш. А помаду я накрасила, как и вчера в прошлом видео. Это, что за рэ, 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 рэ. Альта Мода, это Рилуи, Рилуи, да. Ноль первый оттенок и карандаш Фаберлик 40850. Он такой бежевый. Видите, он чуть-чуть темнее, чем помада. И, в общем, хорошо смотрится. Но я бы ещё добавила немножечко бальзама, потому что помада через время начинает как-то скатываться. В общем, она такая, знаете, не очень. Лично на мне она как-то не очень красиво сидит. Ой, что же нанесём? А давайте новиночку. Attraction Game. Ну, стартует с шикарным сладким шоколадом. Гурманикой прям. Потом, конечно, проявляются вот эти свежие ноты. Некая такая, знаете, сдержанность, мужественность. Вот что-то такое проявляется. Но на мне опять уходит всё вот в такую сладость, но с лёгким отголоском, да, какая-то свежинка. Вот знаете, как альфа вот из вчерашнего, да, видео, когда там и женственность есть, и мужественная нота. И это очень красиво. Это очень-очень красиво. В общем, мне понравился аромат. Очень понравился аромат. Смотрите, как у меня прям волосы завернулись. Я спала просто с гулькой, вот с такой вот маленькой тоненькой гулькой на голове. Она вот так была вытянута, вот так даже на этой резинке. Как они там? Типа Invisibubble или как они называются? Я распустила, и посмотрите, как у меня волосы сами закрутились. Прям прическа получилась. Всё, наверное, на этом давайте мы будем завершать видео. Ничего я больше добавлять в это видео не буду. Просто назовём утренняя болталка. Кофе я не выпила. Кофе у меня стоит уже наверняка остыл. Стоит кофе в зале. Кстати, я заказала себе корректор. Не корректор. Скульптор от Luxe Visage, наверное. Я не знаю. Потому что вот у меня всё-таки подходит к концу уже вот этот китайский просто, который я разбомбила. Крышка отвалилась. Всё отвалилось вот здесь, вот этим оттенком, как видите, я пользуюсь. Тут мне сложно набирать этот оттенок тёмный для меня. Причём, знаете, я не понимала, как я так много его израсходовала. Куда? Вот этим оттенком я, знаете, как-то одно дело пыталась вот здесь под глазками так себе высветлять. Кстати, неплохо, да? А ну-ка, давайте посмотрим. Ну, это не стойка, это, ну, такое. Почему-то я хрипла. Не знаю, почему. Такой желтоватый чуть-чуть оттенок. Ну, белый прям совсем белый-белый. Они матовые. Может, мне ещё допользовать вот этот оттенок, потом отправить в утиль. Ну, кстати, неплохо, да? Мне кажется, неплохо. Всё, мои дорогие. Ай, прям пахнуло. От какого именно участка? Надо мне нанести ещё на руку, значит. Прям я не могу, я не могу. Какая красота. Я слышала обзоры, что говорят, что это гурманика не сладкая. Очень сладко, очень вкусно, очень приятно. Надо мужу дать протестировать, что он скажет. Я ему ещё не давала тестировать, кстати, этот аромат. И вчера ложилась спать, нанесла свой любимый Local Nature. Жасмин 1 пшик. Вот так, знаете, подальше. Потому что, думаю, сейчас я опять супруга задушу. И я вот так вот говорю, чё, опять воняет? Он мне говорит, угу. Ну, ему всё воняет. Потом проходит несколько, буквально секунд. И он такой, а нет, подожди, вкусно что-то. А что так вкусно пахнет? Вкусненьким. Я говорю, кунжут. Здесь свежий кунжут. Может, кунжутом пахнет? Он говорит, нет. Ну, и, в общем, жасмин здесь, конечно, мягкий такой. Прям, ну, привлекательнейший. Знаете, на что он похож? Он сказал, он говорит, это похоже на, на этот, буратино. В общем, ситро. То есть, я вспоминаю. Это, знаете, нечто такое с ванильным, как будто отголоском, да? Какой-то такой, вроде бы, и лимонад, но как будто с ванильным отголоском. По-моему, как-то так вот. Или ситро, метро, буратино. Ну, в общем, какие-то такие были дешёвые вот эти напитки. Такое детство, да, наше. И вот он говорит, похоже. Ну, да, что-то есть. В общем, классный. Но сегодня я прям... Ну, он интересный. Он довольно-таки интересный. А другое дело, кому это такое нравится сочетание, понимаете? Вот не всем, допустим, и понравилась альфа. Вот это сочетание и женственности. И всё-таки какая-то есть там такая суровая мужская нотка, да? Которая заявляет, что вы, ну, начальница всего. Вот здесь тоже нечто похожее есть. Просто по-своему это всё скроено. Но, в принципе, да, вот и женственность, и гурманика, и свежесть, и мужественность есть в этом флаконе. Вот тоже всё вот так интересно замешано. В общем, мне прям понравился. Всё, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok